И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Эти слова Господь произнес на тайной вечере, когда впервые причастил своих учеников. Он уже знал, что Иуда договорился предать его и собрал для прощания трапезы самый узкий круг, самых близких своих учеников, самых дорогих себе людей. И во время этой трапезы Господь взял хлеб, благословил, преломил, осветил его и подал ученикам со словами «Примите, едите, сие из тела мое, за вас сломимое во оставление грехов». А потом взял чашу плодолозного и, благословив и осветив ее, преподал ученикам со словами «Пейте из нее все, сие из кровь моя, Нового Завета, за вас изливаемое во оставление грехов». И вот эти слова «сие творите в мое воспоминание» — это слова заповедные, это заповедь. Это заповедь «Причащайтесь в мое воспоминание». Мы знаем много других заповедей, и чаще всего о них вспоминаем. «Не убей», «Не укради», «Не прелюбодействуй». И иные заповеди бывают трудно исполнить, приступить через свою гордость, через эгоизм, через обиду, в конце концов преодолеть свою лень, но как-то себя преодолеть. А эту заповедь исполнить несложно. Нужно только помнить, когда Господь эти слова произнес, и что было за этим. Нужно только помнить, что Господь сказал, «Идущий мое тело и пьющий мое кровь пребывает во мне, и я в нем». И тут иметь жизнь вечную. Это важнейшая заповедь, без исполнения которой невозможно для нас жить вечной.